С вами новости спорта, я Марина Азябина. Здравствуйте. Сегодня на трассах Ижевского биатлонного комплекса вновь было жарко. На старт Ижевской винтовки вышли участницы женской индивидуальной гонки на 15 километров. Как и у мужчин, на этой дистанции определялась потенциальная участница после новогодних этапов Кубка мира. С места событий Татьяна Мальцева. У Можгинско-биатлонистки Ульяны Кайшевой сезон складывается двояко. Успешное выступление на Кубках IBU – неудачное на этапе мирового форума. Теперь, чтобы застолбиться в элите, девушке нужно показать достойный результат на Ижевской винтовке, что она и сделала в индивидуальной гонке. Во-первых, у меня сегодня очень хорошо работали лыжи. Ну и моё состояние хорошее тоже поддержало скорость. И, в общем, получилось всё неплохо. Ульяну, так же, как и накануне Ивана Черезова, подвёл один промах на последней стойке. И если Иван даже с этой осечкой смог подняться на высшую ступень пьедестала, то Кайшева в итоговом протоколе расположилась лишь на второй строчке. Но, тем не менее, заслужила лестные слова от наставников национальной сборной. Ульяна Кайшева с одной штрафной минутой, в принципе, тоже достойно отработала. Прекрасно выглядит с ходом. Я думаю, что в ближайшее время она снова сможет себя проявить и на международных стартах. В том числе и этапы Кубка мира? Вполне возможно. Чистая стрельба помогла сегодня Анастасии Загоруйко, представительницы Тюменской области, выиграть индивидуальную гонку, опередив Кайшеву на 15 секунд. Я просто сегодня старалась так вот бег совместить, чтобы хорошо отстреляться, потому что у меня последние гонки, как-то стрельба, всё не ладилось. Поэтому старалась в таком темпе подходить к рубежу, чтобы уже быть уверенной на стрельбе. И получилось это всё-таки сегодня. Я рада. Третий к финишу пришла Лейсан Бекташева из Новосибирской области. Теперь спортсменкам нужно все свои силы отдать спринтерской гонке, где и решится судьба путёвки на январские этапы Кубка мира. Ещё Бульяне Кайшево и Машгинская биатлонистка вошла в дюжину самых привлекательных биатлонисток мира сезона 2015-2016 по мнению газеты «Спортэкспресс». К слову, Ульяна в этом списке единственная представительница сборной России. Кроме неё в рейтинг вошли немка Мириам Гёснер, итальянка Доротея Вирер, представитель на Чехии Габриэла Саукалова и ещё несколько спортсменок. Хоккеисты Воткинского знамени в Краснотуринске провели повторную встречу с местным маяком. И записали в свой актив десятую к ряду победу. Матч закончился со счётом 4-1 в пользу воткинских спортсменов. В активе подопечных Вячеслава Никифорова сейчас 30 очков. И они единоличные лидеры турнира таблицы своей группы. Выходные знаменосцы сыграют верхним у фалия с никельщиком. Теперь переместимся на волейбольную площадку Нефтекамска. Где завершился зональный этап первенства России по волейболу среди девочек 12-13 лет. Сборная Удмуртия одержала 6 побед и потерпела лишь 2 поражения, заняв в итоге третье место и завоевав право выступать в полуфинальном этапе национального первенства в марте 2016 года. Вот уже много лет не меняют своё место дислокации борцы-вольники. Ежегодно все городские и республиканские турниры они проводят в спортзале «Металист». Вот и сегодня они собрались там же все вместе на всероссийском турнире продемонстрировать не только свои отменные физические данные, но и настоящий бойцовский характер. На турнире первыми выступали мальчишки 80 лет. Из Удмуртия, Татарстана, Мариелы, Пермского края. Большинство из них в секции вольной борьбы – новички. Ребята пробарываются, заражаются борьбой, сдруживаются на всю жизнь. Поэтому такие турниры нужны для роста, для того, чтобы они понимали вкус борьбы и цену победы. Юные борцы на ковре нервничали. Кто-то ошибался, в итоге проигрывал схватки. Первый опыт выступления на крупном турнире не для всех из них был удачным. После поединков ребята не скрывали слёз, кто-то радости, кто-то огорчения. Могут и поплакать, могут и психануть. В общем, всякие эмоции у них тут. И как вы тут их поддерживаете? Это зависит от тренера, наверное, всякое. По ходу и где-то пожалеешь, и где-то погладишь, а может даже и поругаешь немножечко в сторонке. Стремился к победе на этом турнире Никита Галиакбаров из Набережных Челнов. Он выступал на столь крупном старте впервые, но нисколько не волновался. Говорит, уверен в себе. К состязаниям готовился. И все первые свои поединки Никита легко выиграл. Соперник был слабый, я его кинул через спину, а потом удержал на туше. Вот такие поединки тебе интересны или нет, когда раз-два и... Нет, неинтересно. Слишком лёгкие борцы. Победы на соревнованиях вдохновляют поражение, закаляют характер и в спорте в жизни считают наставники. Для того и проводятся такие вот турниры. И ещё одна новость. В Ижевске прошёл республиканский турнир по шашкам среди студентов профессиональных образовательных организаций Удмуртии. В течение семи дней они боролись за победу в командном первенстве, победителями которого в итоге стали в первой группе сборная республиканского педколледжа, во второй экономика технологического колледжа, в третьей водкинского промышленного техникума. Соревновались сегодня и гимнасты. На открытом городском турнире участвовали как опытные мастера, так и юные разрядники, которые только набираются опыта и шлифуют своё мастерство на таких вот местных стартах. У юноши первыми в многоболье были Анна Белая и Денис Молчанов. Екатерина Зеленова и Денис Кузнецов выиграли соревнования среди мастеров спорта. А теперь традиционный анонс выходных дней. 26 декабря на всероссийских соревнованиях «Ежевская винтовка» будут разыграны награды в мужской спринтерской гонке. Старт в 12 часов дня. В этот же день в деревне Хохряки пройдут соревнования по зимнему мотокроссу начала заезда в 10.45. Ну а 27-го в спортзале «Металист» в 10 утра пройдёт открытый городской фестиваль по фитнес-аэробике «Ёлка в кроссовках». Ну а 29 декабря в Муниципальном дворце спорта пройдёт турнир по плаванию на призы Нового года. В нём примут участие совсем юные спортсмены города, в том числе и воспитанники РС «Сдюшор». Об этой школе, её работе и успехах мы поговорим через пару минут. Не переключайтесь.